За последние сутки во Владимирской области выявили 43 случая заражения коронавирусом. Это на 4 меньше, чем накануне. Госпитализировано 12 человек, что на 4 больше, чем днём ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 151 582. В лидерах по приросту Владимира Ковров по 7 заболевших за сутки. На втором месте Гусь-Хрустальный, 6 новых случаев ковида. Замыкают тройку Муромский и Меленковский районы, у них по 5 заражений. За сутки в регионе не зафиксировали смертей от ковида. Общее количество погибших за всё время пандемии 3461. Число выздоровевших за сутки 160. Всего болезнь победили 147 498 жителей области. Пенсионерка погибла на пожаре в Селивановском районе. Спасатели получили вызов в деревню Навлянка в начале третьего утра. Приехав на место, обнаружили открытое горение дома на площади 200 квадратных метров. От огня удалось отстоять соседние постройки. Сам дом выгорел практически полностью. На вебелище пожарной обнаружили тело женщины 1936 года рождения. По предварительной версии дознавателей, причиной трагедии стала неисправность электропроводки. К ликвидации последствий привлекались две единицы техники и 8 человек, а также добровольная пожарная дружина Навлянка. Одна единица техники и один человек. Игоря Другова обвиняют в мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Руководителю компании-застройщика ЖК «Дуброво парк» и «Дуброво парк-2» предъявлено обвинение. Напомним, застройщик вовремя не смог выполнить свои обязательства перед дольщиками. 10 марта по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования было установлено, что Игорь Другов одновременно является руководителем нескольких организаций, осуществляющих долевое строительство домов во Владимире. Речь о домах на Нижней и Верхней Дуброве, улице Никитской. По версии следствия, Другов заведомо не собирался завершать начатое строительство в срок, но при этом привлекал физ и юрлиц для участия в долевом строительстве. В период с 2017 года по март 2022 на расчетные счета коммерческих организаций поступило почти полтора миллиарда рублей. Часть денежных средств действительно было использовано Друговым на решение строительства, а часть была направлена им на свои счета как индивидуальный предприниматель сначала, а потом как физического лица. И впоследствии, соответственно, они были использованы им на другие цели. Уголовное дело расследуется следственным управлением УМВД Владимирской области. И прямой надзор за расследованием уголовного дела считает популятор Владимирской области. К слову, сам Другов неоднократно заявлял, что для завершения строительства ЖК Дуброва парк-1 и Дуброва парк-2 ему требуется разрешение владимирских властей на возведение дополнительных элементов зданий. Речь о строительстве 17 этажа в ЖК Дуброва парк-1 и подъезда в ЖК Дуброва парк-2. Областные власти подтверждали только факт переговоров с Друговым, но от заявлений, какое конкретно решение будет принято, воздерживались. Фонд развития территории, ранее известный как Фонд защиты правдольщиков, пытается через суд обанкротить компанию-застройщика. Однако пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Что касается уголовного дела, то оно заведено по части 4 статьи 159 «Мошенничество». Максимальное наказание – лишение свободы до 10 лет. В сети появилось видео недовольного анонимного пользователя, который жалуется на неудовлетворительное, по его мнению, состояние родника в деревне Сущева. В народе этот родник известен под названием Грибоедовский. От Владимира он находится буквально в нескольких минутах езды. Удобное местоположение и чистая вода привлекает значительное число владимирцев. На этот родник все приезжают, многие из города, набрать воды. В канистрах здесь стоят очень большие очереди от людей. Вот какая от людей благодарность роднику за воду. Бычки, харчки, пакеты, еще какое-то говно. Но презервативов я уж не видел, но на этом спасибо. Вон, какой срач, посмотрите. В будний день за час работы съемочной группы на месте к роднику подъехало более 10 машин. Местный староста утверждает, что жители деревни мало пользуются этим родником. В основном у всех свои колодцы, а вот городские натоптали сюда тропу. Да все бы ничего, только вот увозя воду, они оставляют за собой мусор. Сами жители, особенно городские, виноваты в том, что они оставляют очень много мусора, даже не доходя родника. По словам староста деревни, родник обслуживается силами неравнодушных местных жителей и Новоалександровской администрации. И, мол, на сегодняшний момент не так-то уж здесь и грязно. Раньше было еще хуже. Я договорился с УНР-17, сейчас мы подчиняемся Суздалю, каждую весну приезжали с лодкой. Мы загружали своими силами вместе с женой, которая является инвалидом второй группы. И этот мусор весь вывозили. По словам местных жителей, раньше, чтобы спуститься к роднику, нужно было пробираться через грязь по уложенным палетам. Совместными силами сельскими властями палеты убрали. И на их месте сделали ступеньки из металлоконструкции, перила и помост, с которого удобно набирать воду. Вот здесь вот было опасное такое дерево. И с администрацией прислали, приехали люди, и они все опилили, зафиксировали все. И то есть не опасно стало. Значит, родник как-то дообслуживается. Но почему не убирается мусор? Даже палеты после постройки лестницы остались валяться рядом с родником. Этот вопрос мы задали главе администрации Новоалександровского поселения в официальном запросе. Об ответе обязательно расскажем. Анна Богданова, Артем Замозкин, Шестой канал. Осторожно, крысы! На проспекте строителей грызуны свободно перемещаются по улице. Городские власти обратили внимание на проблему после выхода нашего репортажа. Напомним, по словам жителей микрорайона, грызуны здесь появились полгода назад. Ранее они жили под тепловыми трубами. Крысы подбирали пищу, которую люди оставляют птицам. Местные жители признаются, что в появлении вредителей виноваты сами. Кормят птиц сердобольные люди. Ну понятно, их можно понять. Жалко птиц. Ну и достается крысам. Тут и ванночки стоят с водой. Они выходят, попьют и обратно уходят. Они ведь разносчики, по-моему, заразы и прочего. Ну надо с этим как-то бороться. В паре сотен метров от остановки Пединститут под теплопроводом около дома номер 44 тоже есть крысиные норы. На тротуарах стоят лавочки. Здесь отдыхают мамы с детьми и пожилые люди. О размножении вредителей все знают, но продолжают кормить голубей. Многие даже покупают пернатым корм. На запах еды выбегают и крысы. Прямо бегут вот так вот. Прямо вот так бегут, бегут, бегут. Но я с ними не останавливаюсь. Большие крысы? Большие. Прямо вот такие. Вот такие. О нашествии грузунов местные жители сообщали в Роспотребнадзор, администрацию, МКУ благоустройство, но результата, как они говорят, не было. Почему проблема с размножением грузунов до сих пор не решена? Мы вмешались в ситуацию и адресовали этот вопрос мэрии. Чиновники обещали помочь и уничтожить вредителей. Ну а для того, чтобы крысы не вернулись, власти рекомендуют жителям находить другие места для кормления птиц. Вот эти остатки еды, которые остаются, являются одной из основных причин все равно появления грузунов. Крыса приходит на еду. На муниципальных территориях, соответственно, гератизацией занимается профильное управление администрации города Владимира. И проведение этих мероприятий в 2022 году запланировано в летний период. Сроки мора грузунов в мэрии не уточнили. Сначала будет проведен тендер, по результатам которого выберут соответствующую организацию. Евгений Павлов, 6 канал. Выпил за руль не садись. В пятницу полицейские Владимира будут ловить водителей, которые забывают эту простую истину и нарушают закон. В городе проведут специальный рейд. Правоохранители будут проверять автовладельцев и выявлять тех, кто управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Такие рейды проводятся дорожными полицейскими регулярно. Участников дорожного движения правоохранители просят помогать и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть. В четверг выпускники Владимирских школ сдали первые ЕГЭ. Это предметы по выбору. Школьники написали экзамены по литературе, химии и географии. В этом году к сдаче экзамена допустили 1628 учеников. К слову, в начале недели школьники региона сдавали экзамен для выпускников 9 класса ОГЭ. В некоторых школах города не обошлось без происшествий. Учеников эвакуировали из зданий прямо во время экзаменов. Как сообщали очевидцы, произошло это из-за угрозы телефонного террориста. Городское озеленение. У Комиссаровского пруда и на улице Безменского высадили 60 новых деревьев. В том числе ясень, клён и черёмуху. Как сообщил главный эколог города Сергей Сухопаров, саженцы привезли из Краснодарского края. И городу они не стоили ни копейки. Озеленить Владимир безвозмездно решил представитель азербайджанской общины. К слову, в мэрии рапортуют, что в апреле-май в городе высадили более 300 деревьев. В том числе озеленили микрорайон Юревец, улицу Горького, сквер УДТЮ, а также Патриотический сквер. Приживутся ли саженцы, особенно в такую прохладную погоду, покажет время. В этом году в Владимирской области появится первая роботизированная молочная ферма. Об этом сообщают в департаменте сельского хозяйства обладминистрации. На ферме в Селивановском районе будут содержать 140 коров. До этих будут иностранцы, два европейских робота. Власти заверяют, что несмотря на санкции, проблем с оборудованием возникнуть не должно. Сейчас ферма реконструируется. Сообщается, что технология позволит сэкономить на сотрудниках. К тому же, как рассказали в Белом доме, в 2022 году довольно трудно найти доярку, несмотря даже на довольно высокую зарплату. Приглашают на тренировку с чемпионом. В воскресенье в Центральный парк из Нижнего Новгорода приедет мастер спорта Дмитрий Васенев. Он проведет открытую тренировку по кикбоксингу. Начало в полдень на футбольной площадке парка. Господдержка студенческих отрядов во Владимирской области, вопросы здравоохранения, а также помощь многодетным семьям. Во Владимире прошло очередное заседание областного парламента. Среди обсуждаемых вопросов и меры поддержки студотрядов. Сегодня подобные отряды участвуют в трех направлениях деятельности. Педагогическое, строительное и сервисное. Но никакой поддержки на законодательном уровне они не имеют. Согласно новому закону, такие отряды смогут получать в том числе и государственное финансирование. Есть предложение сообща поддержать этот законопроект и предоставить нашей молодежи, не только студентам высших учебных заведений, но и среднеспециальных учебных заведений, активно включаться в эту полезную и очень нужную деятельность. В ходе голосования парламентарии поддержали этот законопроект. Перед депутатами ЗАГС Собрания выступил и исполняющий обязанности директора регионального департамента здравоохранения. Артем Осипов отметил, что в этом году удалось увеличить обеспеченность льготников льготными лекарствами. В масштабах области на текущую дату в сравнении с предыдущим отчетным периодом 2021 годом охват у нас вырос на 22%, количество отпущенных лекарственных препаратов денежного выражения выросло также порядка на 200 миллионов. Среди обсуждаемых вопросов поддержка многодетных семей. На данный момент ребенок, достигший 18-летнего возраста, ребенком по закону не считается, а значит сгорают и положенные семье льготы. Но, как показывает жизнь, юноша или девушка продолжают оставаться на полном обеспечении родителей. А поступая учиться, расходы семьи могут даже возрасти. Согласно проекту нового закона, статусом многодетности такие семьи не лишаются даже до достижения ребенком-студентом 23 лет. Важная деталь – учитывается только очная форма обучения. В многодетных семьях дети, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем до достижения 23 лет, в том числе проживающие отдельно, будут иметь право на меры поддержки как многодетная семья. Депутаты единогласно поддержали этот законопроект. А спикер ЗАГСОБРА не уточнил, какие именно льготы получают такие многодетные семьи уже на сегодняшний день. Это и льготы по транспортному налогу, это и льготы при получении ипотеки, ипотечных кредитов. Там ипотеку они могут получать сейчас под 6% годовых, частично или полностью компенсировать выплаты по ипотечным кредитам. За счет регионального бюджета могут вот эти вот семьи. Кроме того, такие семьи смогут получить бесплатный земельный участок в собственность. Всего найти цель из регионального бюджета будет ежегодно выделяться свыше 72 миллионов рублей. Алексей Домнин, Артем Замоскин, 6 канал.